МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках форума был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Акиматом Казалардинской области и Хакиматом Хорезмской области. На полях форума была организована выставка продукции регионов. В ней приняли участие и пять товаропроизводителей нашей области Авзалыка, Ралтос, Гижубашкири, Цемент, Смартрабер и Рза. На выставке были представлены рис, продукты питания, цементные изделия, трубы капельного рашения и молочная продукция. Глава региона Хуаншпек Искак встретился с местными предпринимателями, которые готовы сотрудничать с Казалардинской областью. Они намерены выращивать фруктовые деревья в Ширийском районе, поставлять минеральные удобрения. Акимобласть отметил, что инвесторам будет оказана всемирная поддержка в реализации совместных проектов. Хорошая новость. Областной департамент экологии в первом республике запускает «Экодрон» и ряд других новых установок, которые позволят проводить точный комплексный мониторинг окружающей среды. Все они, по сравнению с прошлыми установками, автоматизированы. Сразу распечатывают чек. То есть никто не сможет нести какие-либо изменения, либо удалить. На встрече собравшись, подняли актуальные вопросы экологии. Представитель из Байконера отметил, что в советское время были построены специальные шахты для мощного оружия. Потом эти шахты остались бесхозными. Его тревожит их радиационный фон и в целом сложившаяся ситуация. На космодроме Байконер имеется 29 шахтных пусковых установок для ракет-стратегического назначения. В целях их сокращения они были ликвидированы, выведены из строя. Эти полуразрушенные шахты до сих пор существуют. Их нужно утилизировать. Проблем много. Экообщественников тревожат, что осенизаторы сливают стоки, где попало. Необходимо срочно рассмотреть пути решения этой проблемы. Нужно создать условия для предпринимателей. Тогда они не будут нарушать экологический порядок, загрязнять землю. Среди актуальных также вопрос озеленения. Общественник Булат Нурхужаев обратил внимание, что в городе мало молодых деревьев. Если пройтись по городу, то не увидишь молодые деревьица. В некоторых только местах. Их старых деревьев все меньше. Через общественный совет предложили областному Акимату провести паспортизацию деревьев в городе. Сейчас же нет учета. По сумме выделенных средств город давно должен был превратиться в джунгли. Все прозвучавшие на встрече проблемы и предложения будут внесены в рабочий план. Галунжан Жумназар Айнор Тунгушпаева, Баужан Кожимуратов, Турихан Кожахмедов, телеканал Казаларда. Сегодня Аким города Нурлобек Налибаев провел очередной прием граждан. В приемную обратились выше 150 горожан. Круг поднятых ими вопросов был разный. Одни просили помощи в связи с состоянием здоровья, других волнует вопросы жилья, дорог, поливной воды. Многодетные мамы интересовались порядком получения социальной адресной помощи безвозмездных грантов. Многие в ходе приема получили подробную информацию от Акима города, а также специалистов. Нурлобек Налибаев отметил, что все вопросы будут на его контроле до полного их разрешения в рамках закона. Я мать-одиночка, старшая дочь замужем. На руках у меня сейчас двое детей, восьмиклассник и трех лет. По состоянию здоровья не работаю, получаю адресную социальную помощь. Но не хватает, потому что снимаем квартиру за 30 тысяч тенге в месяц. Стою в очереди на жилье. Аким дал поручение изыскать возможность оказания помощи. Большинство проходят со социальными проблемами жилья. Все вопросы подробно разъясняются. Акимат и его отделы работают усиленно над оперативным решением коммунальных проблем. Хочу отметить, на эти приемы не надо заранее записываться. Они проходят регулярно в последний четверг каждого месяца. Кроме того, каждый понедельник проводят приемы по предварительной записи. Вы смотрите новости. Информация о 10 выходных на Новорос оказалась ложной. Пресс-служба премьер-министра сообщила, что информация об увеличении праздничных дней в 2020 году не соответствует действительности. На днях в сети начали распространять фотографию, якобы постановление правительства об увеличении количества праздничных дней в 2020 году. В частности, о том, что на Новорос объявляются выходными 10 дней – 16 по 25 марта. В действительности, сообщает информационный портал Tengri News, перенесены дни отдыха с 11 мая на 8 с 20 декабря на 18. На 8 марта казахстанцы отдохнут 3 дня – 7, 8 и 9 марта. В Новорос – 5 дней – с 21 по 25 марта исключительно. Новости культуры. В Шиерисском районе казахстанские жерша-термеши исполнили творение Абая. Традиционные фестивали республиканского уровня первые по стране проводит наша область. В нем приняли участие 12 исполнителей со всей страны. Одно из условий конкурса – исполнение произведения Абая на манер Казардинской школы Ширау. Посчитала, что мне, живущий на родине Абая, непростительно не пропагандирует наследие великого человека. Исполнила две песни. Одна из них – второй вариант песни «Сегизаяк». Я привез на фестиваль песню «Жаз Абая». Его песни всегда были в моем репертуаре. Еще мне нравится исполнять тюрьме Сыргеля. В консерватории год посещал школу Казардинской Ширау Олжан Байбусыновой. 2 марта в Казардинской школе стартует открытый Кубок Азии по Тухскому Малаху в памяти государственного и общественного деятеля Нальхожи Иргишпаева. Ожидается участие в Кубке спортсменов из Афганистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, России, Монголии, Боснии и Герцеговина, а также из всех регионов страны. Имена победителей будут оглашены 6 марта. Отметим, соревнования такого ранга по Тухскому Малаху проводятся впервые в Казахстане и честь их принимать предоставлена Казаларде, законодательница в этом виде спорта. Напомним, родом из нашей области первая чемпионка мира Асель Далиева. По итогам прошлого года школа Тухскому Малаху признана лучшей по стране. На сегодня в составе сборной Казахстана выступает 18 казалардинцев. У Казалинки Марины Вольновой есть достойные последователи. Дамиткен Келембет примет участие в лицензионном турнире по боксу, который стартует 3 марта в Иордании. На нее возлагают большие надежды. Она блестяще выступает на республиканских и международных первенствах. В конце прошлого года воспитательница Бахатпека Куубаева завоевала золотую медаль Кубка Эндховена в Нидерландах. Теперь она претендует на участие в Олимпийских играх. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастер ККИЗ на сайте телеканала Казаларда. И о погоде. До встречи в эфире. Всего доброго. В Аральском районе днем 6 тепла, ночью минус 5 градусов. В Казалинском районе также днем плюс 6, ночью минус 5 градусов. В Бальконуре днем 7 градусов со знаком плюс, ночью минус 4 градуса. В Кармахшинском районе такая же температура воздуха днем плюс 7, ночью минус 4 градуса. В Жалагарском районе также днем плюс 7, ночью минус 4 градуса. В Сардаринском районе днем плюс 8, ночью 3 градуса со знаком минус. В Ширилийском районе днем плюс 9 градуса тепла, ночью минус 2. В Жанно-Курганском районе днем плюс 9, ночью минус В Казаларде днем плюс 7, ночью минус 2 градуса. Российский рубль 5 тенге 76 тинь. Китайский юань 53 тенге 92 тинь. Субтитры создавал DimaTorzok